Наган, очень интересная вещь, хорошая. В каком плане? Значит, было два вида револьвера системы Наган. Один был сержантский, скажем так, другой был офицерский. Чем отличался? В сержантском нужно было взвести, выстрелить, а офицерский мог стрелять автоматически. А почему так в сержантском? А там на вставлении было написано, дабы не тратили бесцельно патроны. Это прямо на пистолете написано было? Нет, в наставлении. А в наставлении? Да. И чем здесь хорошо? Ты куда прицелился, туда он стреляет. То есть у него больше ничего не двигается. То есть надо просто его удержать и прицелиться. Лучше, конечно, взвести, чтобы было точнее. Бах! И пуля полетит туда, куда ты целился. Если мы возьмем... Если мы возьмем тульский токарев, то здесь у нас части двигаются. И получается дергание руки. И уже не сложно попасть именно в одну точку. И два раза, допустим. Вот. Но, если здесь мы отстреляли семь патронов, планочку откинули, начинаем крутить барабан, гильзы выпадают, бах, одна застряла. Ну, расширение, происходит взрыв в патроне. Здесь специально есть лифт. Откручиваем, поворачиваем и выбиваем гильзу. Опять. Одна раздула или две, или три, да? А противник наступает. А нам надо стрелять, вести неправильный огонь. Очень было сложно вот с этим. Короче, у него долгая, бестолковая перезарядка. Да. А тульский токарь на последнем патроне становился на задержку. Вы кнопочкой вынимаете магазин, достаёте другой, вставляете. Пах, патрон, патроники. Всё, уже переделся, опять стреляем. То есть, очень быстрая перезарядка. А у него теряли, да, магазин? Я в интернете читал. Не готовы сказать. Я знаю, что у него есть вот это, предохранитель. Вот так его... Сейчас мы его заведём. Его чуть опускаешь, потом чуть взводишь. Он должен остановиться. Время? Всё, встал. И все это предохранитель? Всё. Ну, видишь, он всё равно сбивался. То есть, достаёшь и стреляешь. Можешь попасть в себя. Вот. А ещё расскажу случай про револьвер системы Наган. Боевые офицеры, которые впереди были, да, в Первую мировую, они заряжали не семь патронов, а шесть. И ставили на пустой. Почему? Он находился сзади. Если же я начинаю вперёд, в атаку, начинаю его доставать, и себе просто нечаянно отстреляю в себя. Угу. Поэтому пустое было, пустой, и потом бах, бах, стреляешь. Ещё почему у царских офицеров пистолет находился очень далеко, сзади. Для того, чтобы в пылу, если ты на солдата начинаешь кричать, ругаться, вплоть до того, что можешь застрелить его, то ты пока за ним полез, пока, может быть, успокоишься. И солдат уже убежал. Да, солдат уже убежал, да. То есть дано время, как бы, нормально для того, чтобы... Ну, понятно, в СССР такого не было, чтобы офицер-солдат стрелял. А в царске могло быть? В царске могло быть, да. Да? Да. Ну, опять же, даже вот это... Ну, потому что, как бы, дворяне и прочее, то есть честь там совсем по-другому была. И опять же, еще, много же было в Первую мировую, начались бунты. Эти красные начали удоражить народ. Вот тут надо, всего нужно было успокоиться. Потому что офицер, это как бы человек, который своим примером первый, во-первых. Во-вторых, своим знаниями должен показывать пример для солдата. По-любому, какой бы офицер ни был. Просто офицер старший или еще больше. На них держится вся армия.